АПЛОДИСМЕНТЫ Президиум занял свои места, поэтому сначала небольшая торжественная часть. Но, как всегда, все-таки годовщина октября по старинной советской традиции предварялась торжественной частью, потому что слишком особенная эта дата. Несмотря на все старания власть придержащих, все-таки весь мир отмечает столетие октября. Поэтому мне хотелось бы немножко-немножко напомнить вам, что это за дата и как она отразилась на жизни всего мира. Ну, позволю себе напомнить о том, что в советское время в отрывных календарях на каждом блесточке указывалось, какой сегодня год в Великой Артемовской реальнии. И что за микрофон? Я вроде бы нормально говорю. Неужели Бог слышал? Так вот, на каждом блесточке отрывного календаря указывался, какой сегодня год Великой Октябрьской революции. К сожалению, начиная от конца 80-х, испортили календарь, и, соответственно, эта надпись перестала появляться. Но эта великолепная традиция должна быть возрождена обязательно. Точно так же, как и почетный королу применевших курсантов у дверей мавзолея. И вот сегодня, отмечая сотый год Великой Октябрьской революции, ну, мы словно видим эту надпись на листочке календаря. Сотый год. Столетие Великой Октябрьской революции сегодня отмечает весь мир. Ну, немногие подвиги и свершения, которые знают историю, сравнимы по своему величию с октябрем 1917 года. Но в России произошла не только величайшая социальная революция. Здесь впервые родилось государство, которое воплотило самую сокровенную мечту человечества. Ту мечту, осуществление которой многим казалось невозможным до того, как Ленин и его соратники подняли народ на восстание против многовекового гнета и унижения. Октябрьская революция была не просто шагом к невиданным политическим и социальным переменам. Она пронизана светом великих нравственных преобразований, изменивших мир и повлиявших на мировоззрение людей во всех концах планеты. Гениальный ученый Аберт Эйнштейн говорил, что такие творцы, как Ленин, обновляют совесть человечества. Вот я хочу отметить, что советское общество было самым романтичным во всей человеческой истории. Пожалуй, оно было единственным, включая в себя романтику, в качестве важнейшего структурного элемента. Я хочу подчеркнуть, что речь не о направлении в искусстве, хотя все, кто имеет отношение к искусству, знают, что такое направление, оно отметило значительную эпоху в искусстве, причем всех видов искусства. Я хочу отметить романтику как состояние общественного сознания. Просто обывателям в Советском Союзе стало быть неуютно. А, как сейчас бы сказали, не круто. Образцом для подражания были не умеющие жить циники, а герои, первопроходцы, ученые, исследователи. Ну, конечно, вещам хватало всегда, но культурную гегемонию они потеряли надолго. Обыватель подразумевался отживающим видом, а человеком будущего крылатый мечтатель, отчаянный первопроходец, воин, геолог, летчик, покровитель всех, кто смотрит на жизнь творчески. Великие ожидания помогали миллионам людей пережить тяжелейшие годы после гражданской войны. Первые пятилетки были переполнены романтикой. Если почитать внимательно доклад Сталина на 18-м съезде в марте 1939 года, это же сплошная романтика, только обвеченная в серьезные слова. Потом была Великая Отечественная и мучительно трудная отстраивание разоренной страны. Великая Отечественная война и Великий Отечественный труд. Казалось бы, после такого страна должна была бы расстаться со своей романтической юностью. Но не тут-то было. Советский атомный проект, который вырос из суровой необходимости по выживанию перед лицом ядерного шантажа, породил новый каскад мечтаний от желания проникнуть в тайну природы до картин нового мира, преобразованного чудесными источниками энергии. Мы можем отметить три поколения, которые действительно вот эту романтику воплощали в жизнь. Прежде всего поколение, конечно, детей революции. Затем поколение детей войны, которое как раз олицетворяло Великий Отечественный труд. И, конечно, поколение детей победы, которые читали программу КПСС 61-го года и воспринимали ее как руководство к действию. Но вот удивление заслуживает не только то, что страна, которая не так давно была отсталой, и главное, она дважды пережила страшную разруху и после Гражданской, и после Великой Отечественной смогла первое начать освоение космоса. Но даже не это важно. Важно, как это делалось. Нет, чтобы видеть в этом перспективный бизнес. Нет. Массовое советское сознание было главным образом увеличено тем, что на Марсе будут яблони цвести. Вот романтика оказалась одной из важнейших скреп советского сознания и его же болевой точки. А вот, собственно, что такое романтика? Ну, в словаре Ушакова довольно определенно написано. Романтика – элемент чувства и эмоциональной оценки в чем бы то ни было. То, что создает эмоциональное, возвышающее отношение к чему-нибудь. Ну вот, я бы сказал, что вот такое определение, оно слишком узкое. Потому что, когда подчеркивается эмоциональный фактор, то этого совершенно недостаточно для того, чтобы описать вот то чудо, которое сотворили строители социализма в Советском Союзе в течение вот этих самых трех поколений. Как еще выяснили древние мыслители, нет ничего в разуме, чего сначала не было бы в чувствах. Чем возвышеннее чувства, тем значительнее возникающие мысли. А здесь уже и Маркс. Превращение идей в материальную силу. Поэтому романтика по Ушакову – это явно ограниченное определение, и оно не выдержало испытания советской действительностью. Вот первое послевоенное десятилетие отражалось фантастическим взлетом производительных сил. Ударные комсомольские стройки по всей стране привлекали огромное количество молодежи. Московский всемирный фестиваль. Вот люди старшего поколения его прекрасно помнят, этот фестиваль 1957 года. Он был всенародным праздником не только для молодежи. Вся страна как будто продолжала отмечать День Победы. К началу фестиваля был открыт великолепный спортивный комплекс в Лужниках, который стал на многие годы всесоюзным центром спортивной жизни, и не только спортивной, а и культурной. Его строительство тоже было ударной комсомольской стройкой, и было завершено в фантастически короткие сроки. В то же время, в те же самые годы, был построен огромный детский универмаг. Где? Рядом с управлением госбезопасности. Страна отдавала дань памяти великого Дзержинского, который вместе с борьбой против врагов советской власти самоотверженно боролся за будущее детей. Такими же ударными темпами был построен и дворец пионеров на Ленинских горах. То есть все это, вот люди старшего поколения все это прекрасно помнят, как само собой разумеющееся. Попробуйте это представить с современной точки зрения. Это покажется полной фантастикой. Ученые, инженеры, романтики, науки работали по велению души, так как никогда не будут работать ни за какие деньги. Разоренная страна обновлялась, отстраивалась и как бы рождалась из пепла на глазах. Но, к сожалению, главные сражения были еще впереди. Именно по романтической составляющей разрушители страны нанесли ряд прицельных ударов. Это, к сожалению, происходило как в Рущёвские времена, так и в позднем предсмертном Советском Союзе. Постепенно пришли поколения мещан, безучастных, ко всему, что не касается их желудка, гениталий, дешевых амбиций, сиюминутных эмоций и вообще животных устремлений. К сожалению, из народа героев постепенно, но целенаправленно делали народ обыватель. И, к сожалению, это та самая порода ничтожеств, которые сейчас задают тон. Но под конец 50-х, 60-х годов можно сравнить с инкубационным периодом в развитии болезни. То есть, когда вирус уже начал совершать свою разрушительную работу, но человек еще здоров и даже полон сил. Молодежь того времени была воспитана поколением победителей. Ощущение собственной силы и отсутствие непреодолимых приглад было нормой для тогдашнего молодого человека. Вот трагедии шестидесятников, не тех, кто брызжал на кухне в диссидентском духе, вроде Воздесятского или Евтушенко, а настоящих шестидесятников, которые действительно жили ощущением, что коммунизм – это ближайшее будущее. Вот у них украли цель. Вот много переломано по поводу того, что программа КПСС, которая была принята в 61-м году на 22-м съезде, это вроде как волюнтаристский заскок, несоответствующий объектированным нормам развития общества. Между прочим, если вы посмотрите на контрольные цифры программы, они же были выполнены. Это же как же так получается, что нереальные цифры были? Так вот, да, они были выполнены немножко, не к 80-му, а пускай к 90-му году, но они были выполнены. И вот отсюда следует, что стратегически такая постановка задач, которая ставилась в программе КПСС, она была совершенно правильной. Проблема в чем состояла? Решая задачу построения материально-технической базы коммунизма, нельзя было откладывать решение задачи воспитания человека коммунистического общества. Вспоминая Гоголя, в сане, запряженной крылатой тройкой, нельзя было сажать Чичкова. А именно это и произошло. То есть романтика Ленинско-Сталинского Советского Союза оказалась невостребованной. И вот мне бы хотелось вот здесь как раз дать немножко более обобщенное определение романтики, которое связано вот с чем. Что созидательная функция – это основа романтического отношения к действительности. Так вот, она предполагает бесконечность системы ценностей личности. Вот сколько бы мы не перечисляли, скажем, тех ценностей, которые руководят человеком-созидателем нового, всегда что-нибудь да останется. Это означает, что действительно эта система ценностей бесконечна. А в обывательском плане эта система ценностей проектируется на деньги. А деньги – это конечное множество. То есть отображение бессмысленно с точки зрения математики. Поэтому романтику можно определить как осознание бесконечности системы ценностей личности, проектируемой на все общество. У Советского Союза был уникальный шанс, которым мы так и не воспользовались. В этом заключается трагизм эпохи 60-х, и, если хотите, трагизм поколения детей победы. Тысячу раз был прав Ленин в своей знаменитой работе «Очередные задачи советской власти», когда писал, что белко-буржуазная стихия гораздо опаснее крупного капитала, потому что крупного капиталиста можно прогнать, а его собственность национализировать. А вот мелко-буржуазную стихию в лице миллионов обывателей прогнать нельзя. И, к сожалению, именно это было характерной чертой строительства капитализма внутри социализма. В 1991 году на Советско-Американском симпозиуме, еще при жизни Советского Союза, когда наши господа демократы начали верещать о японском экономическом чуде, им прекрасную облеуху отвесил японский миллиардер Хироси Тераван. Вот, цитирую, «Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были все еще дураками. В 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей. Стоит разница, что у нас капитализм. И мы более 15% роста никогда не достигали. А вы же при общественной собственной средстве производства достигали 30% и больше. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги «Сталинской поры». Вот нынешний этап мировой истории оказывается особенно драматичным и тревожным. В минувшем веке два системных кризиса капитализма породили две мировые войны. Из первой человечество вытащил Великий Октябрь. Из второй – Великая Победа 1945 и рождение мировой социалистической системы. Нынешний мировой экономический и только не геомический, а системный кризис может закончиться либо всеобщей катастрофой, я не преувеличиваю, либо новым масштабным преобразованием на основе социализма. Лозунг Фиделя Кастро «Социализм или смерть – это выбор, который стоит перед современным человечеством». Сегодня, увы, выдающегося звания октября советского государства нет. Не уберегли мы его. Оно было предательски разрушено. Но поступь времени не остановить. Выход из тупика – это только социализм. В честь столетия октября, как вы знаете, состоялась 19-я по счету встреча коммунистических рабочих партий. В Ленинграде, ну, можно сказать, в Ленинграде, не могу я произносить, извините, Санкт-Петербург, можно от силы сказать Петроград, вспоминая 1917 год. Так вот, на этой встрече были представлены все ведущие левые народно-патриотические партии мира. С яркой речью выступил Зюганов. От литератечественной науки, как всегда, великолепно выступил академик Нобелевский лауреат Зарес Алферов. О грандиозных планах строительства социализма в Китае сообщил представитель КПК Гои Чжоу. Состояние революционных процессов в Латинской Америке осветил деликан от Кубинской компартии Жозе Роман Каврера. Генеральный секретарь Компартии Греции Дмитрий Скусумбас заклеймил лицемерие европейских политиканов, скрывающих подлинную историю строительства социализма в СССР и выпячивающих ошибки и недосчеты советского руководства, породившие реставрацию самого омерзительного варианта капитализма. Он подчеркнул гибельность концепции рыночного социализма для дела социалистического строительства. За нами правда жизни, за нами непобедимая логика истории. Вековой юбилей революции – это праздник не прошлого, а будущего. Наблюдая за нашей молодежью, комсомольцами, воздражающейся пионерской организацией, с надеждой смотрим на медленное, но неуклонное возрождение революционной романтики. Целый ряд молодежных движений провозглашает капитализм – дерьмо. Пусть это пока что наивные возгласы, но, как пелось в песне студенческих стройотрядов, пусть в наших взглядах максимализм проверит время, проверит жизнь. Романтически настроенный молодой человек в конечном счете обязательно придет к коммунистическим убеждениям. Перед глазами великий пример трех поколений, создавших великую державу. Детей революции, детей Великой Отечественной, детей Победы. Это из истории невозможно вычеркнуть. Солнце социализма вновь зайдет над Россией и всем миром. Слава Великому Октябрю! Я от души и от имени всего нашего актива КПРФ, районной организации Ленинской, поздравляю вас с остолетием Великого Октября, с этой великой датой. В связи с такой знаменательной датой мы хотим наградить наших особо отличившихся представителей нашей партийной организации орденами за сослуги перед партией. Вот они здесь, все поближе. Центральный комитет КПРФ награждает орденом за сослуги перед партией Черникова Николая Васильевича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Красиво АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, товарищи, я очень рад и горд тем, что я родился в Советском Союзе. Мне не то что удалось, а просто я получил высшее образование двух институтов и курсы Академии внешней технологии. Я имею специальность инженера-механика, инженера-электрика, инженера-цеплотехника, инженера-сантехника и инженера-экономиста, который я получил на курсе Академии. Я вас поздравляю с праздником, всем желаю крепкого-крепкого здоровья и поддержать нашу партию во всех ее заслугах. Спасибо. Центральный комитет Министерской партии Российской Федерации награждает Тортина за заслуги перед партией товарища Якобсона Анатолия Николаевича. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не конец, это стимул к продолжению работы. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи, эту награду я отношу к деятельности нашего ленинского райкома партии КПРФ города Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще разрешите нам наградить памятной медалью 100 лет Великой Октябрьской революции Татьяну Александровну Анарину, нашего любимого члена царя записателей, член царя журналистов и очаровательную женщину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прежде чем вступить в свои права по командованию концертом, работает? Работает? АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать, что я очень благодарна за вот эти все награды, которые я получила от коммунистической партии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А здесь мои у меня литературные заслуги и патриот России. АПЛОДИСМЕНТЫ Я в Пусте говорила, что я горжусь своей страной. Я ее люблю и действительно горжусь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Перед тем, как мы перейдем к нашему концерту, я предлагаю тем, кто вот там стоит у дверя, к сожалению, мы очень рады, что вас сегодня так много здесь, пройти сюда, сесть на подоконнике, под подоконниками батарейки, они теплые, не бойтесь на них садиться. Это первое. И второе. Там в коридоре стоят скамейки. Их можно пронести, вот здесь совершенно свободные места. Так что, если можно, чтобы не было душно, давайте откроем двери в коридор, одни и вторые. Борис Сергеевич, можно вас попросить открыть прямо двери? Вот, пускай будет попрохладнее. Все, спасибо большое нашему руководству. АПЛОДИСМЕНТЫ Перед тем, еще раз, как начать наш концерт, я обращаюсь к вам еще с одной просьбой. Пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. Я думаю, что за два часа, которые вы побудете в тишине, и которые, в которые вас не будут дергать ваши родные, близкие, друзья, ничего не произойдет. Поверьте, вы не будете мешать ни себе, ни выступающим. А я надеюсь, мы все в это очень верим. Мы так старались приготовить для вас хороший концерт, что вы получите удовольствие от этого концерта. Спасибо вам большое. Итак, прежде всего, я, конечно, тоже хочу поздравить вас с великим праздником, с праздником Великого Октября. И начать наш концерт мы хотим с воспоминания о гении революции, о гении всего человечества, о Владимире Ильиче Ленине. Владимир Маяковский. Разговор с товарищем Лениным. Читает. Артистка театра и кино Елена Артеменко. Груда и дел, суматохой явлений, день отошел постепенности в нем. Твое в комнате, я и Ленин. Фотографии на белой стене. Рот открыт в напряженной речи. У сов щетинка вздернулась ввысь. Складка хлуба зажата, человечья в огромный лоб. Огромная мысль. Должно быть, под ним проходят тысячи. Лес флагов, рук трава. Я встал со стула, радостью посвечен. Хочется идти, приветствовать, рапортовать. Товарищ Ленин, я докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Освещаем, одеваем нищий оголь. Ширится добыча угля и руды. А рядом с этим, конечно, много, много разной дряни и руды. Ты устаешь отбиваться и отрызаться. Многие без вас отбились от рук. Очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле. И вокруг нету им ни числа, ни клички. Целая лента типов тянется. Кулаки и молокитчики. Подхалимы и пьяницы. Ходят гордо выпить и в груди, в ручках всех и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, по землям, покрытым и снегом, и жневьем, Вашим, товарищ, сердцем и именем. Думаем, дышим, боремся и живем. Браво! Группы и дел. С уматохой явлений день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате. Я и Ленин. Фотографии на белой стене. С праздником вас, дорогие друзья! Днем Великой Октябрьской революции. Здоровья, счастья, терпения и силы. Я хочу вот начать, потом я уже не буду вам объявлять. Я хочу сказать, что сегодня все участники нашего концерта получают благодарности от руководства нашего горкома, Ирайкома. И, кроме того, памятную медаль в честь столетия Великой Октябрьской революции. Спасибо огромное. Правда, это очень неожиданно. Я с гордостью ее буду носить. И, я думаю, отец, царство ему небесное, который служил этой родине верой и правдой, он еще раз улыбнется, а то ты скажешь, молодец это очень. Молодец! А сейчас давайте послушаем музыку, которую любил Владимир Ильич Зленин. Петховин. Отрывок из сонаты «Апассионата». Исполняет лауреат международных конкурсов Ирина Лозина. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Я думаю, такое прекрасное исполнение, что мы продолжим. Шофен. Революционный этюд. Революционный этюд. Революционный этюд. Революционный этюд. Революционный этюд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лауре Московского фестиваля искусств вдохновения Вадим Цедришвили Гимн пролетарий всего мира Интернационал Субтитры создавал DimaTorzok Весь мир насилия мы разрушим на основаниях, а затем мы наш новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и жительный бой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Владимир Шаинский Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такое у нас молодое поколение! Даже здесь не знаем никакие! В нашем сегодняшнем концерте Мы решили чуть-чуть полистать Странички истории Героической истории Нашей великой страны Ну, одну страничку Мы перелистали 1918 год Революция в опасности Началась иностранная Интервенция И гражданская война Дан приказ Ему на запад Ей в другую сторону Уходили комсомольцы На гражданскую войну Песни времен гражданской войны Для вас исполнит Заслуженный артист России Сергей Степин И лауреат Московского фестиваля Искусств вдохновения Станислав Богатырев Партию фортепиано Заслуженная артистка России Елена Баженова Аплодисменты 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 Шла дивизия вперед, Чтобы с бою взять с приморья Белой армии под лод. Чтобы с бою взять с приморья Белой армии под лод. Наливались все знамена Камачом последний рам, Шли лихие эскадроны При Амурских партизанах. Шли лихие эскадроны При Амурских партизанах. Этих летних снов, ни слава, Не померкнет никогда. Партизанские отряды Заливали города Партизанские отряды Заливали города И останутся сказка Как нанящие огни, Штурмовые ночи спаска Волочаевские дни. Партизанские отряды Партизанские отряды По длинам и по сгорям Шла дивизия вперед, Чтобы с бою взять с приморья Белой армии под лод. Чтобы с бою взять с приморья Белой армии под лод. АПЛОДИСМЕНТЫ Белая армия Чёрный ворон Слово готовят на царский трон, Но от тайги до британских морей Красная армия В сердце нет. Так уж и красная Вжимает властно Слышным глазом Ставим на бой И все должны при Неудержимо Идти в последний смертный бой. Красная армия Вжимает властно Слышным позором Ставим на бой И все должны быть Неудержимо Идти в последний смертный бой. Красная армия Марш-марш вперед! Репаем совет Нас в бой запет! Ведь отдают Абританских морей Красная армия В сердце нет. Так уж и красная Вжимает властно Слышным позором Ставим на бой И все должны быть Неудержимо Идти в последний смертный бой. Идти в последний смертный бой. Красная армия Слышным позором Ставим на бой И все должны быть Неудержимо Идти в последний смертный бой. Ставим на бой И все должны быть Неудержимо Идти в последний смертный бой. Слышным позором Идти в последний смертный бой Слышным позором Идти в последний смертный бой Продолжение следует...